Какие-либо медицинские манипуляции проводить в таких условиях недопустимо, во всяком случае для людей. Мы говорим уже о том, что мы живем в 21 веке. Еще раз, пожалуйста, страны, из которых не течет вода. Это все, пожалуйста, в 21 веке. Пожалуйста, все, что хотите. В основном, что не хотите. Состояние помещения – это одно дело, а состояние с медикаментами – это уже совсем другое дело. Вот общий панорама тут, вот оно кресло, и сразу дверь, раковина, водонагреватель. Состояние раковины мы сейчас посмотрим. Это стиральные машинки в лечебном учреждении в 21 веке. Состояние труб. Сейчас мы заходим в здесь в ванну. Окно. Смеситель поменяла лично я, потому что, учитывая состояние труб, стен, сантехники, можно представить, какой здесь был смеситель. И что, оттуда не текла вода. Ну, да, ванна. Сейчас тоже водонагреватель. И мы выходим прямо на гинекологическое кресло с инструментами. И вот, пожалуйста, это в состоянии тряпки. После того, как я протерла в процедурном кабинете шкафчик, где хранились инъекционные препараты. Так, это пеленальный столик, причем столик для новорожденного. Вот таким образом он выглядит. Лампа не включала и как-то не готова. Вот регистратура. Посмотрим, что внутри. Здесь кран. Вода отсутствует, вода не течет, несмотря на наличие раковины. Посмотрим медицинской документации. - Вода отсутствует. Вода отсутствует. Вода отсутствует. Продолжение следует...